как правильно запаривать веники прикольно, это им 5 лет уже? да, им 5 лет уже, они такие очень ароматные прям как будто и вот такой вот большой аккумулятор тепла печь обложенная кирпичом вот это то, что нужно для нормальной русской бани друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня, меня зовут Владимир Ипремов и отгадайте, какой у нас сегодня день сегодня у нас суббота сегодня у нас банный день сегодня мы опять с Сергеем встретились пошли в баню всей семьей в общем, вот сейчас вот в видео хотим показать про веники, как правильно запаривать веники, как их запаривает Сергей, сейчас он расскажет, какие он веники с собой взял, ну и как он их замачивает, запаривает потому что достаточно часто веники делают из них чай, ну опускают их в кипяток, и вот они в кипятке настаиваются, делается все совсем по-другому, сейчас Сергей нам об этом расскажет это ускоренный вариант, так я, конечно, заматывал прям полностью, чтобы вот эти вот не торчали с этой стороны тоже, чтобы не поразить что-то еще, но сейчас смысла нет, потому что березы, это когда на много раз используешь, ну чисто своей семьей ходишь, а когда используешь другими с кем ходишь, тогда практически, она березка там на один-два раза ее уплотает, то есть она же помогает очистить тело, негатив убрать, напитать его, то есть соки свои отдает она, и на следующий раз она уже практически не используется, я только на подпадку ее использую там под руки, под плечи. Веники лучше замачивать в холодной воде, чтобы они набрали влагу, набрались силы, потому что они засушенные специально дремлют до поры до времени, здесь вода их пробуждает, все их соки силы. Вот это вот дубовый веничек, он требует, ну чтобы его больше замачивали, где-то около суток, лучше его замачивать в водичке холодной, березка она быстрее там час-два-три, в зависимости от состояния веничка, листочка. Дубовый, он используется обычно для мужчин, это я для тебя приготовил сегодня, он с сливкой, с слипой и с полынью, вот такой канадский дуб, потому что ты в таком состоянии, что тебе нужно во-первых расслабиться, снять усталость, накопившуюся за последние там несколько месяцев и в тонус прийти. Дубовый веничек нам в этом поможет. Покажу вам по секрету, маленький дубовый веничек, это для моего сына, прадед готовил лет 5 назад, недавно обнаружил на чердаке дома. Прикольно, это им 5 лет уже? Да, им 5 лет уже, они такие очень ароматные, прям как будто бы вчера их только приготовили свеженькие, но я им уже парил разочек. Ну да, классно, прям вообще дубом пахнет. Да, они не в трухлю превратились, а прям такие свеженькие, насыщенные. Березовые венички, это для женщин. Так это у тебя папа их заготовил, когда еще даже не знал, что у тебя сын будет? Брадед. Брадед заготовил? 5 лет назад он еще не знал, что даже там у него правнук будет, он вообще ничего представления не имел, он каким-то образом взял, заготовил, повесил на чердак 4 веничка вот таких вот маленьких, дуб, который рос у него в саду, прямо около дома, домашний дуб. И вот мы случайно тут ремонтом занимаемся дома, я случайно залез на чердак, у меня тесть послал, говорит, лезь на чердак, я залажу и смотрю, венички висят. Что дальше вот с ними делать, вот они лежат сейчас в холодной воде, дальше ты как их будешь использовать? Ну все, они вот смотри, они напитались тогда, они становятся мягенькими такими, все уже, то есть ими можно мой парить. Я прям водичкой поддаю с этих веничков, для аромата, чтобы аромат вот этот ползур, она спарная, и все, начинаешь париться. Ну, каждый паран. Вот у нас, собственно, парение. А за огородами банки деревенские, да у самой реченьки, да поближе к ней. У меня родимые доводы есть веские, что на свете нету их жарче и родней. Ах, Ваня, 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 малиновый ты жар, березовый тухмяный, да веничек пропарь. Ах, Ваня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. И с парной до прямо в речку окунулся с головой. Кстати, ребят, заметили, что я вот сейчас вот снимал ребенка, ребенок здесь ходил около печки, а мы особо не переживали, что он обожгется об нее. Вот если бы печка была металлическая, ребенок бы только прикоснулся к ней и там все, сразу же был дыр. Вот здесь вот смотрите, у нас температура сейчас в бане высокая, мы ее сейчас даже понижать будем. Вот здесь вот температура у нас около 90, влажность около 60. И вот до печки, вот я дотронулся, вот мне горячо, я убрал руку. Я не обжигаюсь об нее. И вот такой вот большой аккумулятор тепла, печь обложенная кирпичом, вот это то, что нужно для нормальной русской бани. Если вы планируете баню строить, ну подумайте, какую печку. Или сэкономить металлическую печку поставить, или допустим взять того же гефеста, сделать его в кирпичной обкладке, либо сразу же, допустим, в коробе сталькохлорида, как они сразу же делают. Чтобы вот был вот такой же эффект. Вот она нагрелась, и она отдает мягкое тепло. Вот не это жесткое, инфракрасное излучение, которое от металлической печи идет. Вот там вам турецкие, финские да шведские. Наши баньки русские, бревнышки бревну. Курские, смоленские, баньки деревенские. Затопи родимую, жар подай, а ну! Ах, баня, 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 малиновый ты жар. Березовый, дух мяный, коленечек пропарь. Ах, баня, 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 ты добрая маманя. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, баня, 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 да разгони печаль. Ах, баня, 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 да разгони печаль. Ребят, в общем, вот так вот мы проводили субботний вечер. Парились, упарились вообще классно. Сейчас прям такая легкость. Спать сегодня буду, похоже, вообще очень крепко. В общем, если хотите такую же баню, чтобы вас так же пропарили, я очень, ребят, советую Сергея. Я внизу под видео оставлю ссылку на его страницу ВКонтакте. Переходите. Он, кстати, на странице ВКонтакте постоянно пишет очень много интересного про баню. Это даже вот вам просто понадобится, если вы сами у себя дома в баню ходите. Там и про веники пишет, и как парить пишет, как температуру делать пишет. Очень много полезного. И, наверное, заметили, что ребенок сегодня здесь с нами был. Видели, и ребенку было комфортно, и мы какие все упаренные, как классно напарились. Хотите такую баню, чтобы мы построили, тоже ссылка внизу на наш сайт. Переходите на наш сайт, оставляйте заявку. В общем, ребят, наша баня сейчас к концу подходит. Мы сейчас будем домой собираться. Было полезное видео. Палец вверх. На канал подписываемся. На Сергея ВКонтакте подписываемся. Давайте, всем пока. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...